В разгар пандемии нового коронавируса большая часть персонала медицинских учреждений Верхневолжья направлена на борьбу с инфекцией. Отделения многих больниц перепрофилируются для лечения пациентов с COVID-19. Врачи работают в усиленном режиме. Вместе с тем, по статистике, на первом месте среди серьезных заболеваний в нашем регионе сердечно-сосудистые патологии. Здесь мы в лидерах среди российских регионов. Наш телеканал решил выяснить, как в сложный эпидемиологический период оказывается помощь этой категории больных и насколько оперативно на эти вызовы реагирует скорая помощь при нынешней высокой нагрузке. Информация о том, что кому-то потребовалась экстренная помощь медиков, поступает сюда, в эту маленькую комнату под станцией номер 4. Диспетчер Илона Хорева обрабатывает сотни вызовов в день. Именно она принимает решение, бригаду какого профиля отправить пациенту. Сегодня, в соответствии с постановлением областного Минздрава, в Твери выделено 15 инфекционных экипажей, которые выезжают к потенциальным больным COVID-19. Остальные работают с пациентами с иной симптоматикой. Диспетчер направляет бригаду скорой, основываясь только на тех симптомах болезни, о которой поведал человек на другом конце провода, что не всегда подтверждается при посещении врачами больного. Мы заведомо едем и не знаем, что там. По приезде выясняется, что у больного несколько дней температуры, там кашель, одышка. Врач Валерий Церковников в скорой помощи работает вот уже 40 лет. Его бригада к числу инфекционных не относится. Выезжает в основном к пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Контактировать чаще всего приходится с людьми пожилого возраста, а потому особое внимание к мерам предосторожности. На врачах одноразовые халаты, медицинские маски и шапочки. Средства защиты, рассказывает врач, он не снимает даже в минуты отдыха. В любой момент может поступить вызов, и времени надевать их снова просто не будет. Ведь малейшее промедление, как известно, может грозить пациентам с сердечной патологией смертельной опасностью. Это не температура, это не что-то там, давление там обычное. А здесь очень угрожающие могут быть осложнения, вплоть до внезапной сердечной смерти. Если острый коронарный синдром или инфаркт миокарда, то это чревато тем, что мы можем потерять пациента. По существующим нормативам, медики должны приехать к пациенту-сердечнику не позднее, чем через 20 минут после поступления вызова. В докоронавирусное время ездили по трое – врач и двое помощников. Однако сейчас бригады сокращены, на одного помощника стало меньше. Таким образом, говорит заведующая подстанции номер 4 СМП Наталья Панова, удалось увеличить количество экипажей при сохранении качества, оказываемой помощи пациентам. Как и прежде, на месте с больным проводят все необходимые процедуры. Дальше все зависит от степени тяжести состояния, в котором находится пациент. Если больному требуется оперативное вмешательство, удалить тромб надо, или раздвинуть сосуд, стенд поставить, то больной маршрутизируется в областную клиническую больницу, сосудистый центр. Если больному не показано вот это экстренное вмешательство, то такие больные маршрутизируются в критологические отделения больниц, к которым они относятся. Как рассказывают на подстанции СМП, количество вызовов за последнее время заметно увеличилось. За сутки сюда поступает порядка 600 обращений. Из них около 100 по инфекционному профилю. И примерно такой же объем заявок от больных коронарными заболеваниями. Для Тверской области это логично. Наш регион традиционно находится в лидерах по числу пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями. Учащаются обращения в период резких погодных скачков. Люди жалуются на головные боли, перепады давления и общее недомогание. И опять же подавляющее число заявок от граждан пожилого возраста. Это люди, у которых есть артериальная гипертензия. Это люди, у которых есть ишемическая болезнь сердца. Это люди с сердечной недостаточностью. Это люди, уж немножко как бы расширим, это люди с хроническими заболеваниями головного мозга. Таким больным стоит быть предельно внимательными к своему здоровью в ближайший месяц. По прогнозам синоптиков, май будет крайне неспокойным с точки зрения перепадов давления и температур. Столбики термометров будут то подниматься, то вновь падать. А это традиционно чревато последствиями для сердечников. С 16 мая мы уже днем начнем более ожидать теплый воздух, потому что вот эта холодная масса воздуха постепенно начнет прогреваться, и мы повысим температуру дневную до 10-15 градусов. Главное, что следует помнить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями в такие периоды, при первых симптомах недомогания непременно следует обращаться к специалистам и следовать всем рекомендациям медиков. Обращаясь в скорую медицинскую помощь, важно предоставлять диспетчеру правдивую и полную информацию о своем самочувствии. Это поможет оперативно и точно поставить диагноз и начать оказание помощи. Продолжение следует...